Привет, я Леся Рудник, и сегодня я назову вам три причины, зачем белорусам нужны политические партии. Кажется, что белорусская политика и партии несовместимы. В последнее время в публичном поле обсуждают не только дворовые чаепития, мирные марши, но и создание политических институтов, политических партий. Белорусский протест длится уже шесть месяцев, и многим ясно, что процесс демократизации затягивается. Иллюзий о том, что режим падет за несколько месяцев, уже нет. А это значит, что время подумать о долгосрочной перспективе. В любой демократической стране партии – это привычный инструмент влияния на политические процессы. В авторитарных странах политические партии нередко участвуют в борьбе за власть, несмотря на ограничения правящих партий. Сейчас в Беларуси зарегистрированы 15 политических партий. И они все созданы еще до второго президентского срока Александра Лукашенко. Оппозиционные политические партии регулярно участвовали в избирательных кампаниях еще не проснувшейся Беларуси. Лето 2020 года было уникальным. Всю политическую кампанию сделали люди, далекие от партии. Но и тем же летом прозвучали слова Марии Колесниковой, которая от имени штаба Бабарико рассказала о планах создать партию вместе. Спустя полгода протестного движения о желании зарегистрировать партию говорит и Андрей Дмитриев, и провластные Юрий Воскресенский, и Андрей Ланкин. А в расследовании The Insider говорится о создании пророссийских партий в Беларуси. Сейчас эксперты снова начали дискуссию о том, нужны ли Беларуси политические партии. Одни ссылаются на успех общественных движений и кампаний и говорят, что беларусам сейчас не до партий, ведь бороться за власть институциональными способами не получится. Другие утверждают, что партии как раз смогут стать инструментом, который объединят и структурируют беларусский протест в переходный период. Вот три главных преимущества развития партии в Беларуси. Первое. Беларусы, конечно, не привыкли к политическому участию через партии. Однако уже открыто проявляют свою гражданскую позицию и на собственном опыте изучают политические процессы и механизмы влияния на власть. Второе. Протесты могут продолжаться долго, но делать больше можно всегда. Беларусское общество должно быть готово к конкуренции на местных выборах в этом году. Хотя бы потому, что это создаст дополнительное давление на власти. Третье. Партии учат граждан политическому участию, помогают развивать гражданское общество, политическую культуру, позволят беларусам готовиться к участию в будущих кампаниях. Важно понимать, что летняя кампания – это был спринт, а сейчас стартует марафон. Местные выборы и долгосрочная политическая борьба. И беларусы к этому марафону уже готовы. Продолжение следует...